У нас второй, первый докладчик, Любовь Петровна Соколова нарушение на фоне хронической шеи мозга. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемый Павел Андреевич, уважаемые доктора, терапевты, неврологи, может быть. Продолжаем нашу работу, всегда интересную в рамках Московского городского общества терапевтов. Эта работа всегда интересная, потому что мы имеем возможность обмениваться мнениями врачей разных специальностей, но в то же время мы всегда с вами стоим плечом к плечу и, в общем, решаем одинаковые проблемы, но, может быть, немножечко под разными углами. И вот сегодня я хочу рассказать о когнитивном статусе на фоне хронической шеи мозга. Ну, в общем, подхвачу эстафету после бюзеля Равкатаны, потому что говорить про хроническую шею мозга можно бесконечно. И всегда это будет актуально. Это, наверное, самый большой пункт пациентов, которые приходят в поликлинику к доктору, ну и в стационаре встречаются. Вот давайте коротко вспомним немножечко основные параметры, основные характеристики хронической ишемии мозга. Итак, хроническая ишемия мозга, она представлена рядом с синдромом, и вот когнитивные расстройства всегда представлены при хронической ишемии мозга на разных стадиях, на первой, на второй, на третий. Все когнитивные расстройства подразделяются, безусловно, на деменцию. Деменция – это выраженное когнитивное нарушение, а вот все то, что еще не деменция, называется додементное или недементное, иногда в литературе их называют, или преддементное когнитивное расстройство. Вот эти додементные, в свою очередь, подразделяются на легкие и умеренные. Умеренные – это те, которые уже видны окружающим, заметно окружающим, может быть сослуживцем, членом семьи. А легкие когнитивные додементные расстройства, они еще не заметны для окружающих, но заметны уже для самого пациента. И легкие когнитивные расстройства, когда мы проводим обычные тесты нейропсихологические, то мы их можем не верифицировать, вот эти додементные легкие когнитивные расстройства. Самым главным отличием между деменцией, уже непосредственно слабоумием, если перевести на русский человеческий язык, это слабоумие. Так вот, самое главное отличие додементных от деменции – это отсутствие социальной, бытовой или профессиональной дисадаптации. То есть, если человек, даже если он забывчив, но он продолжает выполнять свои обязанности в профессии, в быту, в социуме, в семье, он не дементен. Как только он перестает справляться, заблудился в городе или не сообразил, как включить микроволновую печь, предположим, или забыл, что нужно купить в магазине и купил совсем не то, мы можем это назвать деменцией. То есть, это все-таки не количество баллов по нейропсихологическим тестам, потому что количество баллов по тестам может быть разное у людей с разным социальным и интеллектуальным уровнем до болезни. То есть, допустим, доктор, высокопрофессиональный, высокоинтеллектуальный человек, он долгое время будет сохранять большие баллы по нейропсихологическим тестам, а, предположим, человек с тремя классами образования, он быстрее, конечно же, утратит эти свои функции и будет показывать меньшее количество баллов. Самое главное – дезадаптация. Справляется человек с жизнью или не справляется? Вот даже такое образное понятие. Дементный человек – это тот, который перестает справляться с жизнью. В тех или иных ее появлениях. Если говорить о причинах вот этих когнитивных расстройств, вот если мы отстранимся от хим, нужно не забывать, что очень большое количество когнитивных расстройств встречаются на фоне эмоциональных и личностных расстройств, на фоне тревоги или депрессии. И даже есть такое понятие – псевдодеменция, предположим. Кроме того, большое количество пациентов, которые когнитивно снижены на фоне токсико-метаболических нарушений. В частности, это алкогольное заболевание печени, заболевание почек, дефицитарное состояние, например, дефицит витаминов А, Е, предположим, фолиевой кислоты, может давать вот эту дисметаболическую энцефалопадию с когнитивным снижением. Считается, что все токсико-метаболические причины и токсико-метаболические энцефалопадии, они потенциально обратимы. Потому что мы можем компенсировать заболевание печени, и, в общем, когнитивные расстройства, они тоже будут нивелированы в той или иной степени. А вот остальные все когнитивные расстройства, которые протекают на фоне, собственно, заболеваний нервной системы, вот они и подразделяются на две большие огромные группы – сосудистые когнитивные расстройства и на фоне нейродегенеративных заболеваний. Конечно, есть смешанные, потому что чистой хим не бывает, чистой нейродегенерации не бывает. Сосудистые процессы всегда провоцируют или позволяют манифестировать нейродегенеративные процессы. Ну вот теперь давайте вернемся к хим. Хроническая ишемия мозга – это вот как раз те сосудистые когнитивные расстройства. Вот давайте посмотрим на стадии хим и увидим, что на первой стадии, что на второй, что на третьей, везде встречаются когнитивные нарушения. Но на первой стадии они не на первом месте. На первой стадии хим, на самой легкой, преобладают общие мозговые симптомы. Астенический синдром может быть тревожно-депрессивный и в меньшей степени когнитивный. На второй стадии это уже один из ведущих симптомов, а на третьей стадии он выходит на первое место. То есть третья стадия хим, как правило, это уже деменция. Каким образом когнитивные нарушения при хим встречаются всегда? Вот если мы напишем в три больших синдрома комплекса, какие встречаются при хим, вот они у меня представлены на этом слайде. Обязательные эмоциональные личностные нарушения, обязательно когнитивные нарушения, и какие-то те или иные очаговые неврологические симптомы. Может быть, и микроочаговые симптомы. Ну, в общем, когнитивные всегда. Почему же так происходит? Вот давайте теперь немножечко посмотрим на этиологию этих когнитивных нарушений. Что же происходит при хронической шиме мозга? Вот сейчас стали подразделять все сосудистые заболевания на патогенетическому фактору. То есть болезнь крупных сосудов и болезнь мелких сосудов. Когда происходит проблема с крупными сосудами, это инсульт тот или иной. Если же проблема с мелкими сосудами, вот это хроническое и шиме мозга. Болезнь мелких сосудов. Символ Весел Дизис. То есть у нас есть крупные сосуды. Они делятся по принципу дерева, предположим. И вот самые мелкие перфорирующие артерии и артериолы, венулы и капилляры, которые отходят, вот обратите внимание на левую схему, которые отходят от крупных сосудов, вот эти мелкие перфорирующие, практически под прямым углом, что, в общем, по законам физики, не очень удобны для прохождения в них крови, потому что под прямым углом, ну вот нужно резко заворачивать крови, да? А во-вторых, они еще и мелкие и перфорирующие. И, безусловно, вот если у нас идет поражение сосудистой системы всей, да, например, на фоне гипертонической болезни или на фоне атеросклероза, конечно, в первую очередь будут страдать вот эти мелкие. Почему? Вот что при гипертонической болезни происходит? То есть кровь течет по сосудам под повышенным давлением. Естественно, сосудистая стенка, сосудистая, она все время должна противостоять вот этому большому давлению крови. То есть она становится, вот однажды мне сказали, молодые доктора, мускулистой. Так и есть. Она действительно становится мускулистой, и мышечная прослойка у сосудов как бы увеличивается, потому что она противостоит все время повышенному давлению крови. И таким образом развивается так называемая жесткость сосудистой стенки. Стенка становится жесткой, мускулистой жесткой. Если жесткая стенка, значит, она не такая эластичная. И, предположим, уже сосуд не так адекватно, так хорошо реагирует вот на перепады атмосферного давления, предположим, физическая нагрузка или отдых. То есть когда сосуд должен играть, сужаться, расширяться, а он жесткий. То есть он менее эластичный. И что происходит? Вот кровь, опять же, под повышенным давлением течет по сосудам. Ей нужно завернуть в этот мелкий перфоризующий сосуд. Мало того, что просто туда трудно завернуть, потому что нужно повернуть под прямым углом, а еще этот мелкий сосуд стал жестким. Он не может расшириться и принять вот этот большой поток крови. И что же происходит? И кровь натыкается на эти вот жесткие мелкие сосуды, ей трудно в них пройти, и открываются артерии венозной шунты, и кровь сбрасывается через артерии венозной шунты в венозную, мягкую, податливую такую систему. И в результате кровь просто не доходит по этим перфорирующим сосудам. А посмотрите, как раз перфорирующие сосуды несут кровь к самым важным срединным структурам, в частности гиппокампу, тем структурам, которые отвечают за когнитивный статус. Что происходит с перфорирующими сосудами? Они постепенно запустевают, кровь не доходит до них, вначале они извиваются, а потом они полностью рарифицируются, то есть исчезают. И вот поэтому, посмотрим на правую схему, мы видим вот такой рисунок, лейкориоз мы говорим, то есть разрежение мозговой ткани вот именно вокруг желудочка. То есть это те структуры мозга, которые как раз находятся в зоне водораздела. Это те структуры, которые получают кровь из двух больших крупных сосудов. Систем, там, где, туда, куда не должна принести была кровь, вот эта перфорирующая система, а она рарифицировалась, она атрофировалась. В результате происходит атрофия мозговой ткани вот в этих вот донах водораздела. И мы видим так называемый лейкориоз. Идем дальше. Как это отражается на клейке? Ну, вот белое вещество, то есть то белое вещество, которое вокруг желудочков, мы видим на МРТ-снимках, то есть это зона водораздела. То есть там низкая плотность капилляров, она изначально, но если они еще и рарифицируются, конечно же, эта зона мозга не дополучает кровь. И мы видим это на МРТ. Ну, вот лейкориоз мы говорим, бывает первая стадия лейкориоза, по фазекасу такая классификация есть. Вторая стадия, третья. То есть чем больше вот этих очагов атрофии головного мозга, тем больше стадия по фазекасу, шкала лейкориоза. Ну, вот чтобы вы понимали. И что же происходит? Вот мы видим атрофию мозга в белом веществе. А вот как раз в белом веществе происходят все коммуницирующие связи уже нервной системы. Лобная доля соединяется с теменной, с височной. И все вот эти связи коммуницирующие, они идут через белое вещество. А это белое вещество у нас атрофировано. Значит, у нас происходит как бы разобщение между долями мозга. И развивается так называемый дисконнекшн синдром. Разобщение синдром, разобщение. Дисконнекшн синдром. И клинически мы это наблюдаем. Клинически мы это наблюдаем определенными вот такими нейропсихологическими, характерологическими проявлениями. То есть у человека страдает интеллект, причем страдают интегрированные такие вот когнитивные функции. То есть страдает социальный интеллект в первую очередь. То есть вот страдает внимание. Может быть память страдает в меньшей степени. А вот управляющие функции, то есть интегративные функции, которые должны, которые в общем, они хорошо функционируют тогда, когда разная доля головного мозга между собой коммуницирует. Так же, как видите, в человеческом обществе человек не сам по себе ценен, безусловно, а в связи с другими людьми, как он умеет коммуницировать с пациентами, с коллегами. Собственно, в том его, может быть, значимость больше. Так же и в общем веществе головного мозга. Итак, вот нейропсихологическое сфернение. Что мы можем увидеть? Тестов очень много. Тестами занимаются у нас все равно нейропсихологи, так должно быть. Но мы, врачи, тоже должны владеть какими-то минимальными тестами для того, чтобы определять, какой это вид когнитивного снижения все-таки сосудистый или амонистический, так называемый, нейродегенеративный. И когда мы проводим тесты, мы еще должны понимать, что мы от них ждем, что мы хотим, проведя вот этот тест, понять, какую практическую значимость имеет этот тест. Не нужны нам тесты для теоретических знаний, правда, вот в практической медицине. Наука замечательна, но что в практике мы можем увидеть. Итак, самый лучший, самый, пожалуй, универсальный тест, скрининговый очень, занимает 5-7 минут. Максимум это тест мини-коп. Он состоит из трех частей. Первая часть. Мы пациенту предлагаем запомнить три слова, например. Запомнить три слова. Говорим ему, например, лимон, ключ, мяч. Повторите, пожалуйста, эти три слова. Пациент повторяет. Потом мы ему говорим, теперь, пожалуйста, запомните, будьте добры, эти три слова, я у вас их спрошу через некоторое время. Пациент еще раз нам повторяет. Мы его предупредили, что их нужно запомнить. Иногда мы можем даже уже на первой стадии этого теста сказать ему. Итак, давайте мы с вами повторим. Мы с вами запомнили лимон, ключ, мяч. Значит, мы с вами запомнили какой-то фрукт. Правда? Правда. Это цитрусовый фрукт. Дальше. Мы с вами запомнили какой-то инструмент, который, инструмент, который, который можно открывать двери. И мы с вами запомнили какой-то еще спортивный инвентарь для игр. То есть мы даем категориальные якоря для пациента. То есть мы ему определяем. Но особенно пациенту, который действительно с деменцией мы это видим. Итак, вот мы первую часть выполнили, запомнили. Три слова. Затем мы даем ему вторую часть. Тест рисования часов. Нам известный. Говорим ему. Пожалуйста, нарисуйте нам круг. Следующее. Пожалуйста, расставьте на нем как на циферблате часов. Правильно, цифры. Он нам их рисует. А потом говорим. А теперь, пожалуйста, нарисуйте стрелочки, чтобы они показывали время без двадцати четыре. Или вот у меня тут без пятнадцати два. Смысл, чтобы одна стрелка минутная и часовая смотрели в разную сторону. Или там без двадцати пяти четыре. Ради Бога. Пациент рисует вам часы. Как мы оцениваем тест рисования часов? Значит, он все-таки десятибальный. Первый балл правильный получает за то, что нарисовал круг, замкнутый круг. Дальше он получает следующие четыре балла за правильно нарисованные цифры. То есть он должен нарисовать цифры от одной до двенадцати, чтобы основные цифры двенадцать, шесть, три и девять стояли на правильном месте. Это второй балл. Третий балл, чтобы эти цифры были внутри циферблата, как на часах. Третий балл. И четвертый балл за цифры, чтобы были равные расстояния между каждой этой цифрой. И следующие пять баллов уже за стрелочки. То есть правильное начало минутной и конец минутной. То есть один балл, второй балл. Правильное начало часовой и окончание часовой стрелки. Вот четыре правильных балла. И последний пятый балл за стрелки правильный. Это чтобы минутная стрелка была длиннее часовой. Вот они все десять баллов. Очень легко. То есть если пациент вам правильно нарисует круг и расставит правильно цифры, он уже набрал пять баллов. А остальные пять баллов будут за стрелки. Итак, вот мы управились с этим тестом рисования часов. Сразу хочу вам сказать, что вот тест рисования часов, он очень чувствительный. Вот иногда пациент кажется, ну такой вот он когнитивно сохранен. Он с вами беседует, разговаривает. Вы ему даете тест рисования часов и все становится совершенно очевидным и для вас, и для родственников. Потому что вот здесь действительно, как иногда говорят родственники, волосы в любом встают. Потому что пациент не может справиться вот с элементарным. Начинает рисовать один, два, три, там 24, 25. Еще доктор рисовать. Ну, останавливаем. Стрелки рисует, как попало. То есть это очень наглядный тест. И потом третья часть мини-кок мы спрашиваем те три слова. Вот пациент вам если ответил, отлично. Если нет, вы ему даете категориальные подсказки. Вспомните, пожалуйста, какой-то у нас с вами был фрукт цитрусовый. И пациент вспоминает, а, лимон. А если он не вспоминает, значит он не откликается на категориальные подсказки. В чем здесь принцип? В принципе, пациенты с сосудистыми когнитивными расстройствами, то есть вот на фоне хим, они не откликаются на категориальные подсказки. Вот вы ему напоминаете, а он не откликается. Так мало того, пациенты, нет, пациенты с хранили, прошу прощения, пациенты с сосудистыми когнитивными расстройствами откликаются на категориальные подсказки. Откликаются. А пациенты с нейродегенерацией, с болезнью Эльцгеймера, не откликаются на категориальные подсказки и даже позволяют себе ложные воспоминания. Вот вы ему говорите, какой-то цирктуручный фрукт, он не может вспомнить, говорит может мандарин может апельсин почему это происходит потому что с нейродегенерации с болезни альцгеймера нарушено запоминание и подсказывайте ему не подсказывайте им давайте подсказки ему нечего вспомнить вам потому что он не запомнил у него нарушено запоминание вот запомнить при болезни альцгеймера нарушено запоминание все и наводите его его на этих вспоминаний бесполезно А пациентами с сосудистыми когнитивными расстройствами откликаются на категориальные подсказки, они говорят, а, точный лимон, да, да, какой-то инструмент, которым, допустим, спортэнтвентарь, которым можно играть в футбол, он говорит, а, мяч, да. То есть сосудистые когнитивные расстройства, сосудистые нарушения памяти, подкорковые лобные нарушения памяти – это те нарушения, которые откликаются на категорические подсказки. Итак, вы провели тест мини-кок, заняли 5 минут своего приема, но вы увидели степень нарушения когнитивных памяти, то есть тест нарушения часов, он вам не рисовал, и вы увидели еще и тип нарушения памяти, амнестический, когда не может запомнить, то есть это болезнь Альцгеймера, скорее всего, самая частая нейродегенеративная заболевания. Или он у вас откликнулся на категоральные подсказки, это значит на химии. Все виды хронической ишемии мозга, они подразделяются, безусловно, по патогенезу. Это могут быть атеросклеротические, и это могут быть гипертонические на фоне гипертонии, то, о чем я вам говорила, и это могут быть на фоне венозного застоя, и, конечно, могут быть смешанные. Вот все гипертонические, одни из самых частых у нас энцефалопатий, то есть в рамках химии, мы можем еще подразделить, что преобладает, вот это атеросклероз, или гипертония явилась причиной для химии, или венозный застой. Вот гипертонические можно подразделить еще на две самые частые, субкартикальная артеросклеротическая, болезнь Битцмангера, раньше ее называли, или мультиинфарктная. Ну вот можете выделить, если хочется, да, главное ведь понять, то есть субкартикальная артеросклеротическая или мультиинфарктная. В чем разница? Даже по клинике они отличаются. Вот субкартикальная артеросклеротическая, то есть когнитивное нарушение там и там, безусловно. Но вот при мультиинфарктной мы наблюдаем синдром паркинсонизма, мы наблюдаем псевдобульбарный синдром, мы наблюдаем пирамидный синдром, псевдобульбарный. При субкартикальной артеросклеротической будет лобная диспроксия ходьбы и тазовое нарушение. Но это мы нередко наблюдаем, правда, у наших пациентов схема тазовое нарушение недержания мочи и лобная диспроксия ходьбы. Вот чем отличается лобная диспроксия ходьбы, ну вот от паркинсонизма истинного, тут тоже синдром паркинсонизма, или его называют еще сосудистый паркинсонизм. В общем сосудистый паркинсонизм отличается от обычного паркинсонизма тем, что сосудистый паркинсонизм это паркинсонизм в нижней части тела. То есть ходит она плохо, шаркающая походка, походка как по скользкому льду, шаркает, а верхняя часть туловища нет акинотикоригидного синдрома, то есть руки у нее хорошо двигаются, она не хватается, нет дискоординации такой. То есть паркинсонизм в нижней части тела это сосудистый паркинсонизм. И кроме того, есть еще одна такая особенность, что лобная диспроксия ходьбы характерна тем, что у нее есть неустойчивость при поворотах, так же как при паркинсонизме, но при паркинсонизме настоящем ноги пациент ставит параллельно друг к другу, а вот при лобной диспроксии ходьбы он ходит в принципе почти обычно, то есть носочки развернуты в разную сторону. Ну то есть это ну менее может быть грубое нарушение при сосудистом паркинсонизме. Ну вот я хочу вас спросить, что хуже болезнь паркинсона или сосудистый паркинсонизм? Вот некоторым пациентам, особенно их родственникам, вот когда им скажешь сосудистый паркинсонизм, они облегченно вздыхают, между прочим зря, потому что болезнь паркинсона, ведь она достаточно хорошо купируется, когда мы подбираем таблетки противопаркинсонические. А вот сосудистый паркинсонизм, он очень плохо откликается на препараты леводопы, на противопаркинсонические препараты, так ведь и кроме того хим, она очень накладывает отпечаток на психику. Опять же еще такой вопрос я вам задам, вы даже можете ответить, пожалуйста, в чате. Как вы считаете, вы когнитивное нарушение на фоне хим, что страшнее на фоне хим, деменция или болезнь Альцгеймера? Вот, пожалуйста, я вас очень прошу, напишите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот взгляд терапевтов, что страшнее, болезнь Альцгеймера или деменция на фоне хим? Вы знаете, я даже могу предположить, что многие из вас, собственно, и я бы не так раньше казалась, что вроде бы на фоне хим, но болезнь Альцгеймера так страшно звучит, а вот это уже зря. Потому что, вы знаете, пациенты с болезнью Альцгеймера, особенно если она синильная форма, то есть когда она начинается в позднем возрасте, это пациенты достаточно долго сохраняют эмоциональный свой потенциал, то есть они остаются такими же, ну, предположим, хлебосольными, если она была такая, или такой же радушной. Вот Аня Жерардо, да, она страдала болезнью Альцгеймера, но она продолжала сниматься в фильмах, не узнавая уже никого вокруг себя, будучи дементной, а эмоциональный потенциал у нее был сохранен, вот ее шарм, ее, может быть, эмоциональный вот такой статус, ее очарование, оно было сохранено. А пациенты с хим, вспомним их, представим, как они приходят к нам на прием. Как говорила Алексей Милович Альцгеймер однажды, это пациенты на одно лицо, то есть пациенты с болезнью Альцгеймера приятны во всех отношениях, а пациенты с хим, их хочется выставить за дверь через 5 минут общения, потому что они, как правило, очень негативно настроены. Все плохо, таблетки не помогают, зачем это пить, что вы тут врачи делаете, вы вылечить не можете простое, да, то есть они ворчат, ворчат, все плохо, то есть они негативно настроены. Пациенты с болезнью Альцгеймера веселы и, в общем, радуются жизни. Поэтому хима – это болезнь страшная, и поэтому нам нужно ее хорошо лечить и предотвращать. Значит, для сосудистой деменции характерны флюктуации и лавинообразное начало, поэтому, пожалуйста, успевайте лечить болезнь сразу. Как мы можем ее лечить? Следить за артериальным давлением, безусловно, потому что высокое систолическое давление в середине жизни прямо коррелирует с риском когнитивных нарушений в конце жизни. Если пациент говорит, не буду я пить таблетки от давления, вы ему говорите, хочешь быть дементным в пожилом возрасте, пожалуйста, не пей таблетки. Вот, пожалуйста, здесь у меня приведены большие исследования с огромным количеством людей, которые доказано было, что давление провоцирует деменцию. Дальше. Какие еще факторы риска с давлением очень важны? Безусловно, артериальное давление и еще высокая вариабельность артериального давления. Нельзя артериальное давление сбивать капотеном бесконечно. То есть это только разовый прием, нужно подбирать базовую терапию, чтобы не было скачков давления. Потому что вариабельность артериального давления провоцирует деменцию. Возрастной аспект. Много работ сейчас появилось, вот одну из них я привожу, что пациентам старше 65 лет нужно более высокое артериальное давление. Потому что для пожилых людей низкое давление более пагубно с точки зрения развития деменции, чем высокое давление. Вот есть такое выражение, да плохо лечим артериальную гипертензию. Инсульт, хорошо деменция, когда слишком снижаем давление, это плохо. Диабет бьет по головному мозгу, безусловно. Диабетическая энцефалопатия, термин такой, прочно нашел в нашу практику. Много есть всяких данных, особенно когда сочетается давление и сахарный диабет. Самое плохое, когда сочетаются. На втором месте, когда диабет даже хуже, чем просто артериальная гипертензия. Дальше. Много работа о том, как влияет инсулинот при сахарном диабете, при сахарном диабете второго типа. Это тема для отдельного разговора. Главное, мы должны понять, что сахарный диабет – это тоже очень плохо. Как нам сохранить? Всякие факторы риска, модифицируемые, немодифицируемые. Модифицируемые в наших руках. Низкий уровень образования, низкая физическая активность. Заниматься физкультурой 30 минут ежедневно в течение 5 дней в неделю. И мы будем снижать риск развития деменции. Дальше. Соны когнитивные функции важны, потому что была открыта глимфатическая система головного мозга, что патологически измененный белок или токсины вымываются из головного мозга через глимфатическую систему, которую открыли буквально недавно во время сна. Поэтому сон очень важен. Еда. Значит, вот такой сейчас у нас слоган. Сахар страшнее жира. Так и есть, потому что сахар провоцирует инсулино-резистентность, метаболические нарушения и нейрогенное воспаление. А нейрогенное воспаление – это нейродегенерация. Окружающее пространство важно. Нельзя есть из-за лимонных сковородок. В общем, нельзя плохо пользоваться микроволновыми печами и так далее. Для того, чтобы вести правильный образ жизни, нужно вдохновение и мотивация. Поэтому мотивировать нужно не только увещеванием, что так нужно себя вести, а главное – человека нужно заинтересовать. Делайте то, что вам интересно. Учите стихи, если вам это нравится. Учите язык, если вам это нравится. Но самая высшая интегративная функция – это социальный интеллект. Это коммуникация. Поэтому самое главное для людей пожилых и самое главное в профилактике и нарушений – продолжать коммуницировать. Ходите в хор, ходите на танцы, работайте до последнего. А если говорить про медико-вентозную терапию, то у нас… Вот оно, искусство, да? То есть распорядок дня, искусство и так далее. Минимизировать стресс нужно. И самое главное, вот, пожалуйста, и самое главное занятие искусством – это тренировка когнитивных функций разнонаправленного действия в сенсорно-обогащенной среде на положительно заряженном социальном и эмоциональном форме. А если говорить про препараты, то, безусловно, терапия может быть этиотропной, патогенетической, симптоматической. Все то, что мы лечим, гимненцию, депрессию – это симптоматическая терапия. Обратите внимание, да, это все важно, это симптоматическая терапия. А этиотропная – это лечение гиперконической болезни. То, что делаете вы, терапевты. Лечение сахарного диабета. Воздействие на факторы риска сердечно-сосудистого заболевания – это этиотропная. А все то, что делаем мы, неврологи, симптоматически, мы только улучшаем симптомы. Если говорить, да, ну и, конечно, сосудистые факторы риска, когда мы нивилируем, мы тем самым и нивилируем развитие, ну или как бы уменьшаем вероятность развития нейродегенерации. Потому что сосудистые процессы, сосудистые недостаточно спровоцируют накопление патологического белка. Ну а вот все препараты здесь на этой схемке очень хорошие, мне нравятся. Вот светло-голубым цветом – это то, что, ну, направление терапии, скажем, да. Траектория, то есть коллекция сосудистых факторов риска, гипотензийные отказы в курении, снижаем сахар. Дальше. Предупреждение повторных ишемических эпизодов – это наши антиагреганты, о которых сейчас Бизель Равкатан в частности рассказывал, ну и антиокагулянты по показаниям, ну или оперативные вмешательства. Дальше. Обязательно нужно корректировать эмоциональный личностный статус, потому что он, ну, нередко перекрывает все остальные симптомы, а во-вторых, он снижает мотивацию к здоровому образу жизни. Поэтому депрессию и тревогу нужно убирать. А все остальное улучшить перфузию мозга, нейропротекцию, усиление когнитивных функций. Огромное количество у нас препаратов, и мы даже, в общем, вязни вот в этой полипрогмазии, когда оказывается много, но тоже не очень хорошо. Поэтому мы ищем те препараты, которые разнонаправленного действия, которые улучшат перфузию, нейропротекцию и усилят когнитивные функции. И такие препараты у нас есть. Вот, например, препарат Ковентон, да, который с нами уже давно рядом с нами, и несмотря на то, что появляются все новые и новые препараты, а он теряет своей актуальности, и у нас не подводит. Не только, он у нас в 45 странах не разрегистрирован. Значит, препарат очень хороший. И сейчас есть Ковентон Комфорте, 10 мг, то есть большая доза, он очень хороший. Значит, он кардиологически безопасен. Нет, у него синдрома обкрадывания. Раньше вот говорили, вот, пожалуйста, это исследование я вам привожу. Кроме того, у Ковентона много хороших действий. То есть он и прокогнитивный, он улучшает реологию крови, а еще и он снижает, между прочим, головокружение. Вот такое исследование было проведено, вот во многих, во многих городах. И смотрели, назначали Ковентон, первый визит, через 30, давали по таблетке 3 раза в день, через 30 дней смотрели, и потом еще через 30, то есть через 2 месяца. И оказывается, все виды головокружения снижались и системно, и несистемно, и неустойчивость к ходьбе. Так мало того, еще и снижался шум душа, и астения, и вот эмоциональные проявления. Таким образом, Ковентон – это препарат, который мы хорошо давно знаем, и он замечательный. И в рамках лечения когнитивных нарушений на фонихим, это один из препаратов выбора, потому что он действует на все показатели. То есть мы ее теотропную терапию, тем самым продолжаем когнитивные функции. Я, в общем, подхожу к концу. Да, и самое главное, да, самое главное, безусловно, образ жизни. Вот создание когнитивного визитера, вести эмоционально насыщенную жизнь, богатую социальными связями и общением, потому что общаясь, и ведя социально-активную жизнь, мы тренируем все наши когнитивные функции. Павел Андреевич, я подошла к концу, готова ответить на все вопросы, с вами побеседовать, может быть, ну или ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо.